То есть это что следует за личность? Второе, что его окружает, то, чем он владеет, или второй дом. И еще как он говорит, мы смотрим. Сначала мы смотрим на человека, потом мы его слушаем, то, что он скажет. Соответственно, насколько будет хорошо человек говорить. Если на втором доме какие-нибудь зловредные планеты стоят, то значит плохо, да? Да, может сказаться на речи. Типа Сатурн, Кету там, да? Лес в пекте даже. А если Луна? Смотря какая Луна. Если неблагоприятная Луна, то могут быть проблемы с речью. Если хорошая Луна, то это даст красивую внешность, еще тоже как бы внешность. Деи, которые в степете определяют приятную речь, приятное общение, приятную тишу. Это по градусам определяется или по аспекте какие она? Ну градусы тоже имеют значение, прежде всего аспекты. Про градусы мы, я думаю, не будем вообще говорить пока. У меня сейчас какие-то проблемы со вторым домом. У меня голос пропал, горло болит. Я не могу из этого нормально разговаривать. У меня как бы такой шакти тоже нет, чтобы объяснять ничего. И третий дом это Пхатри Пхала. То есть это переводится дом братьев. Как там? Дом братьев. Дом братьев. Да. То есть вот ребенок рождается, тут последовательность есть определенное развитие. Второй дом это, он должен получить, значит, получает или не получает хорошее окружение, благополучие материальное, пища и все остальное. И так описывается, что в общем, когда человек взрослеет, да, он в традиционном обществе юридическом, он распоряжается своим богатством, прилагает усилие. То есть это дом усилий, третий дом. Это дом братьев, дом усилий, дом мужества, дом смелости. Качеств вообще очень много у домов, если вы будете описывать, я вам как бы по очередности их перечисляю традиционные. Дом увлечений, хобби. Сейчас это очень распространенное значение. Дом ученичества. Начальное образование можете смотреть. То есть как в школе, допустим, учился по тому, как третий дом хорошо расположен. И в традиционном обществе я уже начал говорить, обычно с братьями вместе дело какое-то ведут. То есть усилия прилагают, деньги зарабатывают. Где-то нужно прилагать какие-то усилия, он указывает усилие. И, соответственно, он приходит к тому, что приобретает какую-то собственность. Дом, недвижимость. Это четвертый дом означает. Четвертый дом? Да. Да. Дом Матри Пхава или Сукра Пхава, дом счастья и дом матери. А высшее образование по какому смотрят? По четвертому? Доктор Ау говорит, по пятому дому. По пятому? Да. Четвертый дом это скорее показывает степень ученым. Это как собственность. Четвертый дом для пахação. У них еще есть, у домов есть сигнификаторы или, как имя, указатели. Указатели, да, сигнификаторы, Костя сказал. Мы записывали. Нет, у первого дома, у домов именно есть сигнификаторы. Первый дом это солнце, потому что это я, эго. Атма карака. То есть это я, человека, первый дом. Второй дом, сигнификатор, будет Юпитер. Потому что это дом богатства. И Юпитер, он является, одно из его, одно из его значений, на которые он указывает. Это богатство. Солнце. Да. Третий дом Марс, потому что Марс, это и мужество означает смелость, как я говорил, третий дом. И одновременно это еще указатель братьев, сигнификатор. Заменяем слово указатель на сигнификатор. Просто, чтобы вам понятно было, что такое сигнификатор, я говорю указатель. Что указывает? Сигнификатор – планета, которая указывает. И четвертый дом – это Супха Пхава, дом счастья и дом матери, основные его значения. По нему смотрится крупная собственность. То есть человек рождается, он должен быть окружен, у него должны быть, у его родителей должны быть деньги, то есть материальное благополучие должно окружать. Он прилагает усилия, обычно вместе с братьями, это в традиционном юридическом обществе. И он приобретает какую-то собственность крупную. То есть к этому относится недвижимость, средства передвижения. В классических текстах это описываются слоны. Машины. Слоны описываются в классических текстах, там ничего про машины не сказано. Не, ну сейчас, на наш язык можно телевизорить. Сейчас, если вы там встретите, что вот он будет владеть слонами, это значит, что он будет дорогим средством передвижения владеть. То есть дорогой машиной. Потому что слон – это очень сигнификатор Луна. Потому что это, да. Луна означает счастье и означает мать. То есть счастье человека, как я уже говорил, когда про Луну рассказывал, оно зависит от счастья матери. Насколько мать счастлива, настолько счастлив и ребенок. Я говорил про это взаимосвязь. Луна, она усиливается или ослабляется с отношениями с матерью. И ум он означает человека. Состояние ума, насколько он будет счастлив. Ну и как правило, наш ум, он зависит в материальном условном сознании, на то, насколько мы чем обладаем. Домом, крупной собственностью обычных людей. Правильно? Ну да, если в достатке, то и спокойнее ум. Ну и обратная связь есть. То есть мы тут можем как бы философию определенную сделать. Насколько вы спокойны и счастливы внутри, настолько у вас и материальное благополучие к вам приходит. То есть вы можете уже целую философию увидеть нам из джотиша нам. То есть это дом эмоционального состояния, можно так даже учить. Дом эмоций, да. То есть мы можем взаимосвязь проследить, определенная философия. То есть если у вас, вы не следите за здоровьем тела, да, первый дом. То вам и реализоваться в жизни очень тяжело. Если вы неправильно питаетесь, то вряд ли вы богатый человек. Если вы неправильно говорите, это тоже на ваше благосостояние отражается. То есть очень важно речь свою контролировать. А вот вы сказали, что Луна усиливается в отношении с матерью. А с отцом? С отцом, да. Если вы сквернословите, то это на ваше благосостояние плохо влияет. Если у вас плохие отношения с братьями, прежде всего, это, кстати, третий дом, это больше, это и дом братьев в целом обычно рассматривается. И в частности, это больше дом младших братьев. Братья и сестры, да? Да, братья и сестры. А вот еще вопрос, первый дом, голова, лицо, вы сказали. А второй, третий, четвертый? Что сказали? Угу, не говорили. Второй, двенадцатый дома, есть разные системы, но я могу вам сказать, второй, двенадцатый дома, это левый и правый глаз, соответственно. Третий и одиннадцатый дома, это за слух отвечают, за уши человека. Подождется. Второй дом, это с горлом связан, да? С шеей. Второй дом с чем связан? С горлом и шеей. С задней части шеи, вот это вот, отсюда вот идет. То есть, первый дом, голова, мозг. Второй дом, задняя часть головы, шея плавно притекает. Ну, речь, естественно, горло, да? Второй дом? Третий дом, это руки, да? Да, руки и... Сейчас еще... Руки, ну, вообще весь плечо, как бы верхний пояс. То есть, ключица, вот эта вот вся вещь. И руки тоже. И четвертый дом, это область сердца. Сердцем слеза. Да, передняя часть грудной клетки, до нижней края ребер и локти. Желудок, также грудные железы. Желудок уже больше с пятым домом слез. Ну, вот в этой книге Роберта Свободы, там так было написано. Сердце легкие, сердечное и эмоциональность, как бы тоже здесь. И эмоции с сердцем связаны. Сердечно-эмоциональность, да. От наших эмоций здоровье сердца зависит. И третий дом, допустим, я вам могу примеры привести, да, это дом братьев и дом мужества. Если вы, соответственно, если у человека хорошее отношение с братьями, вашим братьям он помогает, то, соответственно, он более смелый и мужественный, может быть. Животные, допустим, наши младшие братья. Соответственно, если человек их убивает, то что он теряет? Спокойствие теряет, смелость теряет. Соответственно, если к матери плохо относятся, то он счастье теряет. Субхабхава чтет любви. Субхабхава чтет любви. Пятый дом. Значит, если четвертый дом – это дом эмоций, то пятый дом – это дом мышления. Если четвертый дом – это дом счастья, то пятый дом – это дом наслаждений. И пятый дом – дом детей. То есть, превратив собственность и достигнув счастья, человек хочет завести детей. Это дом высшего образования. Вот Костя спросил. Обычно до второго дом – пятый дом основных дом высшего образования. Да, четвертый называют. За интеллект отвечает. За интеллект отвечает. За мышление. Репродуктивная система. Если гуру стоит, то там думаешь? Если гуру стоит, то значит, что… Это очень хорошее положение. Юпитер – это значит, что человек очень сильный и разен. Это дом мышления. Это и гуру показывает, здесь находится то, что… Во-первых, это еще дом прошлых заслуг благочестивых. То есть, это благоприятный дом. Пятый и девятый дома – это самые благоприятные дома. И он показывает хорошую карму. Это дом удачи. Очень благоприятный дом. Можно вопрос? Да. А если солнце Юпитера и Меркурия? Как он? Солнце Юпитера и Меркурия – ну, хорошее положение. Да. Очень хорошо. Солнце не очень хорошо может быть, но это уже зависит от того, каким домом оно управляет. В каком знаке? Вольве, например. Хорошо. Это значит, что человек может стать руководителем, администратором, очень высоко подняться. Потому что пятый дом – дом удачи, а солнце – это планета, указывающая на царское положение. Это если в пятом доме солнце? Да. То есть, солнце становится удачным, человек может очень много переспеть. Становится яркой, заметной личностью. Вольве. 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 Но детям, допустим, вредит. Здесь он будет меньше вредит. То есть, когда планета находится в своем собственном доме, в знаке, она не приносит вреда. Поэтому, как бы, солнце в пятом доме навредит детям, способности иметь детей. Вредит детям, да? Вредит детям, да? Вредит детям, да? И гуру мне сказали тоже вредит детям, Юпитер, так. Вредит? Вредит? Нет, Юпитер, наоборот, он дает детей, как бы. Ну это вы могли такое встретить, но это не распространенное, просто сигнификатор. Это что, расположено к Сан-Диасе или что? Что? Ну если Юпитер там. Не, Юпитер хорошо в пятом доме. Не обязательно, чтобы к Сан-Диасе расположено. И дети тоже хорошие были. Это берут, когда из классических текстов вырывают какие-то обрывки, то становится очень непонятным. А если зловредная, какая-нибудь планета в пятом доме, типа Кету. Значит, что? Во-первых, Кету означает недостаток чего-то. Что-то недостает. Значит, что благочестие не достает, заслуг пошлой жизни, хороший карм не искает. Нет, ты говоришь, там не только Кету. Удача не достает, детей не достает, наслаждение не достает, разума не достает, интеллекта. А если вместе с Солнцем? Вместе с Солнцем? Пожелучше, правильно? Да где лучше? А что хуже? Солнце с Кето очень плохо расположено. С Кето подавляется. Это же планеты, это же не физические тела, это теневые планеты. Места, где Солнце и Луна, они в затмении, где они затмеваются. Ну да, 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 Кето с Солнцем. И Кето отрицательно влияет на Солнце, а на Луну больше Раху влияет отрицательно. А, на Луну больше Раху влияет, да? Да, плохо. Да, это значит, что у вас, соответственно, Солнце с Кето, что ваше эго страдает, ваша гордость страдает. Вот это не наш этот пример, ну, допустим. Ну и ваша тоже. А на Луну Раху, да? И Кето, оно как с Марсом соотносится, а Раху с Сатурном, допустим, и Кето это еще планета насилия. Это значит, что человек может агрессивный такой быть, агрессивный ум может быть, агрессивное мышление. Это дом мышления, дом интеллекта. Поэтому дом высшего образования, дом знаний. Дом мантры, он в классических текстах перечисляется, дом мантры. Дом мантры? Да, то есть будет очень сведущий мантры, в классических текстах так описывается. Будет иметь хорошие заслуги из прошлых жизней. Хорошие дети у него будут. И наслаждаться он будет. У него будет удача и свобода выбора. Это если что? Если пятый дом хороший. Это все хорошие результаты, которые приносят пятый дом. Теперь шестой дом. Дошли до Дустхана. Третий дом тоже Дустхана. Его зловредное влияние связано с болезнью, может некоторые давать. Проблемы с долгами. Но это слабая Дустхана. У пятого дома Юпитер сигнификатор. У пятого Юпитер? Да, Юпитер. И какую область? Дети, богатство. Нет, там было у нас в теле. А, в теле, это значит ниже грудной клетки. Соответственно область какая-то пупка где-то. Мы за шестой говорим? За пятый. За пятый пока еще. За пятый? Да. Солнечное сплетение пятый. Середина спины. Тонкий кишечник. Жизненная сила через сердце, которое идет у нас. С желудком тоже должен быть сплетен? Солнечная энергия в кровеносной пищевой системе. Как? Солнечная энергия в кровеносной пищевой системе. То есть, энергия солнца. Огонь вот этот солнечный. То есть, пищеварение хорошее? Если пятый дом хорошее. Солнечная энергия в кровеносной пищевой системе. Также интеллект. Как мы уже сказали, репродуктивная система. Беременность. Это косвенным образом связано, не связано с этими чистыми тела. Это просто родом детей. И шестой дом. Дом врагов, дом болезней. Дом врагов, дом болезней. Дом служения другим. Ну, дом споров. Дом врагов означает. Дом споров, конфликтов. Дом работы. Служение другим, значит, еще может обстать работу. Дом тела. Здесь уже тело в отрицательном смысле становится. Это болезнь как бы. Он указывает. Каким человек может болезнями болеть. Когда только к материальному стремиться, это тоже можно хорошо связать с этим телом или нет? Что такое духовность? Ну, духовных стремлений он не дает. Не знаю. Можно так сказать. Дом долгов. Дом споров. Ну, неплохо, но… А, я еще одно деление пропустил дома. Я про… Не разделил дома по… Как называется? Цели в жизни. Полушахткам. Ну, потом… Отдельно тогда… Потом уже это пройдет. Просто это дом Артхи. 2-й, 6-й, 10-й. Дома богатства. И, соответственно, это дом, позволяющий… И хорошего качества. Он, в принципе, через труд и через работу позволяет, через служение другим, заработать, накопить деньги. Как дом по чаю, он позволяет накопить. Так, тогда еще расскажите, что вам записали. 2-й, 6-й и 10-й – это дома Артхи. Процветания. Дома богатства. То есть, через работу приносят… Давайте тогда все перечислю. Процветания. 2-й, 6-й, 10-й – это дома Артхи. Богатства. 1-й, 5-й, 9-й – дома Дхармы. Как? Дхармы. 5-й, 9-й. 5-й, 9-й. Дхарма означает религия, закон, да? Религиозность. Соответственно, 5-й, 9-й – это дома удачи, да? И наша удача зависит от того, насколько мы Дхармы исследовали. Соответственно, они с деятельностью к шатриям соотносятся. Нет отношения. 3-й, 7-й, 11-й – это дома Камы. Удовлетворение чувств. И, соответственно, с деятельностью к шудру соотносятся. Потому что шудры, они стремятся к наслаждению чувств, и их функция общества удовлетворяет чувства других. Люди искусства, которые делают это не для того, чтобы прославлять Бога, а для того, чтобы удовлетворять чувства других, они относятся к шудрам. Современные музыканты. Да, да. Все великие сейчас. То, что существуют. Весь Голливуд там падает. Ой, Голливуд, Голливуд. Звезды по звездам. И двенадцатый, восьмой и четвертый дома. Четвертый, восьмой и двенадцатый? Да, четвертый, восьмой и двенадцатый – это дома Мокши освобождения. Они отвечают за способность человека достичь освобождения в этой жизни. И если заметите, да, восьмой и двенадцатый дома – это дома страдания, я говорил, да? То есть освобождение в основном. Только четвертый дом и хороший. Ну, как восьмой и двенадцатый? Теперь думайте, что хорошо будет Брахманом или Шудой. Наслаждать чувства или страдать. Конечно, Брахманом. Вот. Это Брахманом. Так что в Юпитере восьмом доме хорошо или плохо? Плохо. Плохо. А если в рыбах? Хорошо. Плохо. Плохо. Но для освобождения хорошо. Ну, для освобождения хорошо. Мы переходим к освобождению через страдания. То есть для жизни в теле? В основном четыре типа людей ко мне приходят, да, Орджуна? Орджуна. Первый из них – это те, кто страдают. Те, кто жаждет. Будь здоров. Будь здоров. Будь растет большим. И в основном те, кто страдает, приходят вообще. Я что-то мало видел… Ну, он вообще каструла там в основном хочет сидеть. Праздные. Праздные. Те, кто жаждет богатства. Те, кто любознательны. Ну, так это же все. А, ну… Те, кто ищет абсолютную истину. А, ну, это… Это представляет себе богатство и четвертое – освобождение. Те, кто абсолютную истину ищет. А, абсолютную истину ищет. А, абсолютную истину. Да, вероятно. Ну, про шестой дом все написали, да? Да. Давайте шестой продолжать. Шестой – болезни, враги, служение другим. Да. Болезни тела, долги, споры, да? Да. Все, да, можно сказать? Да. Служение другим. Да, служение другим. Что сигнификатор? Да. Сатурн – Марс. Два? Да, два. А в теле где? Сигнификатор. Показать. А? В теле средняя и нижняя часть брюшной полости. Кишечник. Включает ободочную кишку. Да, что ты такое написал? Весь кишечник? Не знаю, я прямо в книжке просто вкратце писал. Я понимаю. Я просто не знаю вообще, что такое ободочная кишка. Знаешь, что это такое? Нет. Это толстый кишечник. Я не знаю. Это толстый кишечник. Может быть, врачи знают. Ну, кишка так идет, поднимается, потом вот так вот она ободочная. Ага. Пищевая система, руки, толстая кишка. Руки? Руки. Наверное, нижняя часть рук, наверное. Это имеется в виду. Потому что ими работать приходится. Кисти, руки, да. Ну, может быть, нижняя часть рук, что там уходит? Предплечье и кисти. И седьмой дом. Это дом жены описывается. Традиционных текстов. Дом парнева по браку. Дом супружеской жизни. То есть я вам говорил, да, что дома естественным образом определяют определенные цели устремления человека, фазы его развития. Первый дом – это человек рождается. Второй дом – он должен в материально благополучной среде вырасти, развиться. Образование тоже, как собственность, тоже ко второму дому до какой-то степени относится. То есть образование, допустим, можно купить. Третий дом – это дома братьев. Четвертый дом – это дом собственности. Пятый дом – дом наслаждений. Шестой дом – болезни. И здоровье, если хорошее, шестой дом означает, что вы еще как бы это забота о здоровье. То есть помните, я говорил, забота людям – это означает еще также забота о своем теле, это дом тела. Если вы достаточно позаботились, то, в общем, у вас все хорошо во всех этих сферах жизни, то вы приходите к тому, что в вашей жизни должен быть партнер. То есть седьмой дом – это вообще отвечает за всех партнеров, не только партнеров по браку. Это его основное значение – супружеская жизнь. Ну и партнера в бизнесе, допустим, показывает. То есть вот отношения… Это седьмой дом – партнеры в бизнесе, да? Да. Вот видите, эти дома напротив друг друга находятся – четвертый, десятый, первый, седьмой. Сейчас уже можно объяснить на примере первого, седьмого. То есть это, как говорится, что партнер по браку – это вторая половина. Видите? И он является второй, как бы дополняет напротив стоит первого дома, седьмой дом. Так там друзья тоже там могут входить в седьмой дом или нет? Нет, нет. Нет, друзья не ходят. Партнеры по бизнесу могут входить, наверное? Да. Партнеровские отношения имеются в виду. Да. А по рабочей это тоже? Да, да, да. По рабочей. Там коллеги, допустим. Ну, именно с кем у вас партнерское отношение общее дело. Но основное значение это указывает на супружескую жизнь, на партнера по браку. Что, если, например, пусто в этом доме, тогда что? Лаптинька он не будет? Ну, там же есть управитель. А, управитель. Смотрим по управителю. Да. Понятно. А вначале смотрят следом, рассматриваем же управителя, рассматриваем, а потом какая планета стоит, да? Или наоборот? Управитель, да. Управитель, да? Управитель важнее, чем планеты, да? Которые стоят? Ну, да. Управитель важнее. Управитель это же тоже есть планета, понимаете? Только она может находиться в другом доме. Угу. Тогда мы смотрим, где она, на каком доме и сразу. Да. Можем определить, в какой области человек найдет себе супруга, допустим, или супруга. А, бога, здорово. Тоже можно подсказать. Очень творческий подход. Если у вас, если восходящий рак лев, то обычно партнер по браку старше по возрасту. А как? Потому что управляется, соответственно, Козерог или Водолей седьмой дом становится. Управляется Сатурном. И Сатурн обозначает старость, или тех, кто старше вас по возрасту. А ну, повторите срочно. То есть, если восходящий лев или рак, то обычно такие люди, у них партнеры по браку старше их по возрасту. То есть, вот внешне Сатурн проявляется, что человек старше себя выглядит по внешности, своего возраста. В Меркурии проявляется то, что человек младше выглядит своего возраста. И если восходящий стрелец или рыба, знак, то партнер по браку может быть моложе. Потому что Меркурия управляется седьмой домом. Меркурия указывает на молодых. Повторите еще раз. Стрелец или рыба? Стрелец или рыба, да? Да. Стрелец. Стрелец, рыба. Стрелец, рыба. Что стрелец, рыба, если... Паша, прошу, прошу небольшую. Стрелец. Если восходящий стрелец, рыба, партнер будет младше. Ааа. Аааа. А запоминает? Не, весь цвет. Партнер младше. А если телец? И есть. Если телец, если Венера хорошая, то это значит, что партнер по браку будет красивый, если Венера хорошо расположена правительством молодом... Красивый, может быть связан с искусством. привлекательный или венера седьмом доме находится юпитер будет седьмом доме значит может быть и духовный и мудрый партнер по браку уважаемый вас седьмом доме плохо споры конфликты и партнер по браку соответственно конфликтный спорщик теперь восьмой дом мэрики бхава дом смерти а мы не написали что тут у нас какие сигнификатор сигнификатор венера пишите нижняя часть живота поясница еще ниже да поясница почки и внутренние половые органы внутренние наружные вот 8 наружные будут кругом будьте здоровы будьте здоровы восьмой дом дом смерти и дом долголетие а сколько вы будете до долголетие это не то что долголетие да не определяется долголетие обстоятельства вашей смерти так если там раку с максом то вы можете погибнуть в аварии можно еще чуть дополнить первый третий восьмой по этим домам судят долголетие чтобы был человек человек долгожитель у него должен быть первый третий восьмой дома сильные третий потому что он является восьмым от восьмого посмотрите какой будет восьмой дом от восьмого дома третий дом начнете что-то немножко понимать третий дом это восьмой от восьмого дома посчитали поэтому он тоже это дом долголетие соответственно девятый дом как пятый от пятого дома дом детей ваших детей это будет дом внуков смотрите 5 дом дом детей детей от 1 дома то есть это ваши дети соответственно Девятый дом, это будет дом внуков, как пятый дом от пятого дома, дома ваших детей, ваши внуки. И он тоже связан с детьми, девятый дом. А седьмым домом, от седьмого дома будет первый дом, то есть вы. То есть для вашего партнера по браку, партнером по браку будете вы сами. Какой, какой? Нет, от седьмого... Будьте внимательны, каждый раз по два раза. От седьмого, седьмой это первый. Смотрите, допустим, седьмой дом показывает нам партнера по браку, правильно? Да. Вот, вот если мы смотрим его, то у него, получается, седьмой дом будет первым. То есть это будем мы. То есть женой вашего мужа будете вы. Аналогия вот по детям, это он в Антаре сказал, как бы пятый от пятого будут, как бы, дети этих детей. То есть если мы хотим посмотреть положение детей наших детей, то есть будут ли у них дети. И насколько они будут там в хорошем положении, да? То есть мы смотрим пятый дом от пятого. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрим на девятый дом. Девятый. Девятый. Ну, если учитывать пятый, то это девятый. А, пятый и четверг, то есть, наверное. Всегда с ним, да, как считают. От него очень считают. Самого дома считают. Так, дом смерти и долголетия. Да. Дальше. Дом врагов и болезней. В отличие от шестого дома, Сатурн. Сатурн, это сигнификатор долголетия, Сатурн означает долголетие. В отличие от врагов и болезней, на которые указывает шестой дом, то есть шестой дом, это неприятные, конечно, болезни, но те болезни, которые проходят. То восьмой дом, это такие болезни и враги, которые могут повредить нашему долголетию. Это к восьмому туда относится, да? Да. Дом болезней и врагов, то есть восьмой, да? Да. Смертельные болезни. Ну так. Не обязательно, что смертельные, которые могут инвалидом вас сделать. То есть здоровье ваше сильное подорвать. То есть человека может быть досаждать шестой дом, но восьмой дом хороший. Он будет болеть, но здоровье его будет, и эти болезни будут его досаждать, будут страдать. Но в целом тело на него не повредят. А бывает, что человек здоровый-здоровый, вдруг как заболеет. Но это к восьмому отразится дома, да? Да. Примерно так, да. Вы это не должны все буквально понимать. Каждое это описание, которое дается, и планеты, и домов, и знаков, это определенная энергия. Энергия. Это не то, что вы должны математически рассчитывать. Вы должны к этому творчески подходить. Почувствовать это, увидеть на собственном опыте, как все это работает. И в теле он представляет, значит, из частей тела, с наружными половыми органами, с мой дом связан. Значит, половыми органами, значит. С наружными половыми. Выделительная система. С анусом, например, кишкой тоже связан. Мочевой пузырь также туда входит. Да. Мужские половые органы. Азинский? Наружные половые органы. Больше мужские. То есть, это дом, основой долголетия является отжиз. Это дом сексуальной силы. Насколько человек сексуальной силой обладает. Соответственно, если человек теряет сексуальную силу, он подрывает свое здоровье. Насколько вообще человек наделен сексуальной силой? Восьмой дом показывает. Соответственно, от этого его здоровье зависит. Насколько большая сексуальная сила. И это второй дом от седьмого, посмотрите. Супружеская жизнь. И второй дом что означает? Плоды. Есть человек, у него есть имущество какое-то. Вторым домом, домом супружества. И будет являться, что будет результатом супружества быть? Сексуальная жизнь. Претенни партнера в жизни. Соответственно, если там раху может находиться, то значит, что человек может очень сильно расходовать свои жизненные силы. И много сексом просто, допустим, заниматься. Или это, смотрите, это седьмой дом от второго дома, домом питания. И раху здесь может означать, какие-то будут во втором доме, что человек плохо питается. Плохие привычки питания, это также означает еще и употребление интоксикации. Питание, оно как бы определяет вашу продолжительность жизни, соответственно, тоже. Также это второй дом от Мараки, седьмого дома, да? Я говорил, что это Марка, с Хатом, дом смерти, означающий на смерть. И что значит? И то, что второй дом от дома смерти, это значит, что имущество приобретено в результате смерти кого-то. То есть это означает, что у человека есть наследуемая собственность. Да, наследство. Отвечает за наследство. Восьмой дом, да? Да. Восьмой дом, да. Наследство, наследство. И все неожиданные вообще прибыли, доходы в форме наследства, подарков. Вообще он за неожиданные события отвечает. За неожиданные происшествия. И за глубокие тайны, как это дом освобождения. Нетрадиционных знаний также. Дом нетрадиционных знаний, да. Дом глубокого понимания. Если вот там у нас стоит, он нас способствует познаванию нетрадиционных знаний? Да, способствует. Это значит, что у человека очень будет интуитивный ум. Интуиция будет очень развода. Да. У нас страдает восьмом доме. В основном у нас страдает восьмом доме. Я говорил, что если Луна, я вам объяснял, что если она растущая, посмотрите, и ночное время рождения, тогда она дает защиту. И хорошие результаты. Это именно в плане интуиции, предвидение опасности. И если она убывающая, и дневное время рождения, и растущее дневное время, и ночное время рождения в этом случае. Сатурн в восьмом доме, значит, что вы умрете от старости. Сатурн в восьмом доме, значит, что вы умрете от старости. Сатурн указывает старость. Восьмой дом указывает смерть. Я, допустим, привел Марс, Раху, может означать гибель. А если не Питер в восьмом доме? Ну да. От гурушку нам лучше. Ну это же хорошо. Кукавка по голове. Хороший смерть. От сладкого можете умереть. От сахарного диабета. От сладкой жизни. От сладкой жизни. Сатурн в восьмом доме не дает никакие неординарные способности? Неординарные способности? Да, какие-то. Какие там. Мистические. Никакие не дает? Ну если он только сильный и будет к йогой заниматься, может тогда у него могут быть мистические способности. То есть он в дружественном знаке, да, например, расположен там. Какого-нибудь. Ну это склонность к аскетизму, может быть, именно к мистическим, аскетическим практикам. Это дом мистики. Дом аскезы. Аскезы тоже, да? Аскезы. То есть либо вы можете, он дает вам возможности, либо вы можете эту энергию использовать для того, чтобы просто испустить наслаждение, либо для того, чтобы обрести силу через аскезу. То есть дом сексуальной силы. Смысл аскезы в том, чтобы вожделение очистить и превратить его в божественную любовь. И переходим к девятому дому. Это самый большой дом удачи. Пятый дом удачи и девятый дом удачи. Дом Дхармы, Дхарма Абхавы, религии. Показывает тоже, насколько человек будет благочестив, религиозен. Это дом гуру. Указывает на гуру и на отца. И вообще на всех наших учителей, на всех религиозных личностей и на высокопоставленных личностей. На правительство указывает. На аристократическое положение. Высокое положение. На начальство, наверное, да? Начальство может быть. Духовность наша зависит от того, какой от отца она должна, по идее, дать должен духовный начало ребенку. Дальние поездки, путешествия, поломчатые святые места с ним связаны. Чуть не надо, горло ничего. Духовность наша. Духовность наша. Сколько времени может уже все время? Ой, пять минут пятого. Четыре часа. Давайте заканчиваем. Давайте Девятый дом я перечислю. Девятый. То есть вообще вот этот долголетие, насколько вы будете аскезу совершать, да? И если вы будете продолжительной жизни, ваш успех в жизни зависит духовный. Девятый дом это дом духовного успеха. Насколько вот харму свою выполните. Своё предназначение. Соответственно, это должен быть дом у тех, кто гуру сам является, значит, должен быть сильным. Это дом гуру. Это Девятый дом гуру, да? Да. Какая там планета? Юпитер, сигнификатор гуру. И Солнце, как и отец, отца указывает. Солнце представляет отца. А Юпитер уже третий, это, знак, да, 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 Юпитер больше всех. Второе, пятое, девятое. Они как бы, смотрите, если это... Но он определенные функции имеет. Во втором доме он как сигнификатор богатства. Он много значений имеет, Юпитер. В пятом как сигнификатор детей, а в девятом как сигнификатор гуру, духовный учителем, указатель. А органы? Это бедра. Также артерии. Нижняя часть спины. Сосуды, да? Артерии. Ягодицы, бедра. И помните, я вам вчера говорил о том, что дома имеют значение астрономическое, нумерологическое. Вот если посмотрите, да, самый скрытый дом, четвертый, он находится в глубине, под ногами. Он противоположен десятому дому. Это дом общественной жизни, дом славы, дом карьеры, дом эмоций. Он указывает на наши эмоции, на нашу скрытую жизнь. Он находится под ногами у нас. Восьмой дом. То есть, вот смотрите, знаки, они восходят. Двенадцатый дом, это только зашел. Они не так вот... Восходят они, вот. Вина движется вот так. По часовой стрелке. Почему они вот в таком порядке? Потому что они так движутся на небе. Десятый дом, это зенит. Это средина неба. Слава. Девятый, поэтому, девятый и одиннадцать дома, это сильные тоже дома. Девятый дом такой хороший, потому что планета только что была рядом с зенитом. А восьмой дом, он такой плохой, потому что планета, она себя плохо чувствует, потому что скоро она знает, что будет ее заход. Потому что она зайдет. Ну, интересно. Да, вот эти моменты очень интересные. Они, как будто они там двигаются, как в другой карте, они перебегаются, правильно, в зависимости от этой семьи. Это точки неба определенные. То есть день заходит к концу, и торжество уже позади, впереди, смерть Марыка. И планета себя плохо чувствует. То есть восьмой дом может быть и в верхнем углу, У нас Марыка же в шестом доме. В гости, а скажи ты, а может двигается в зависимости от абсиндента, как в другой карте? В другой, конечно. У каждого человека свои вообще будут расстановки, своя комбинация. А знак зодиака начинается с какого? Тоже двигается. В зависимости от того, во сколько вы родились и когда вы родились. Нет, ну это понятно. Вот, допустим, здесь вот дом неподвижный, да? А знак зодиака начинается Овен, откуда? Овен? Да. Вот, допустим, вы родились, на востоке был не Овен, допустим, а Весы. Значит, у вас в ассинденте будет Весы стоять. Да, это я понимаю. А, и потом от этого... А от него Весы, потом тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Последовательность та же. Да, да, да. Понимаете? Ну, давай. Если не давай. Сегодня, наверное, уже не вороз. Ну, все, более подробно в 10-м доме завтра поговорим. Да. Ну, и только 9-й. Нет, 2-й. Ну, 3-й. Ну, на эти, пойдем. Не, ну, смотри. На трав. Спасибо. Давайте несем досточку. На трав. Ой, больше никого нет? Нет, кто-то же нет. Нет, вообще на трав. Кто не хочет в досточку помыть? Я помыла. Не, ну что? Ну, куда вы? Я думал, помыть, я думала. Помыть я. Я просто легче метка мы сочет. Я думаю, слышала, что помыть должен. А, давай, что делать? Не, что же помыть? А, что надо? Нести. А, нести. Давай, это... Не пойдем. Дело в том, что мы вчера там пробовали-пробовали, нам же теперь и ты нам нужна там. Извини, мы по тебе и определяем. А она сейчас не пойдет. Мы сейчас тебя не пойдем. Ау-ю-ю. Ау-ю-ю. Это я собака. У меня вот эта овчарка была. Мы можем, мы можем пойти вечером. Вместо жвачки. Короче. Это к собаке, это овчарки. Ау-ю-ю. Кто знает, как камеру отключить? Ау-ю-ю-ю. А у нее какие-то там, ну, видите, она так Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй – Може, как я собака? Собаке тогда говорили? А она такая включает. Снимает вообще. Она такая, думаю, что я плачу.